Всем привет! Это программа «На выезд» и сегодня у нас история быстрого бега и долгой любви. Вика, Дима, привет! Если кто не знал, одни из лучших спринтеров Краснодарского края. И сегодня мы готовы услышать вашу историю успеха и на дорожке, и историю успеха в жизни. Но прежде чем это сделать, куда пойдем? Конечно же, пойдем в зал качаться. В зал пойдем качаться. Вы муж и жена. Да, муж и жена. Как вам в этом амплуа сочетать еще и работу на дорожке? Хорошо. Все нормально. А Вика почему-то смотрит на Диму. Я не знаю, что ответить. Хорошо, конечно, друг другу можно помочь. Можно сказать то, что другие не скажут. Да, можно подсказывать какие-то ошибки на тренировках. Вместе с ними бороться. Любовь или бег? Это такой вопрос. Это такой вопрос. Тебе нужно выбрать, да. А можно бег и любовь? Можно, конечно. У вас так получилось. Тогда так и получилось, да. Любовь, 100%. О чем спорите с Викой? Часто? О тренировках. Часто, каждый день. Каждый час. Только когда молчим, не спорят, по-моему. Когда не очень хорошие результаты на соревнованиях, либо на тренировки. Бывает, что у него и у меня все это совпадает. И в обоих настроения не очень. Бывает даже такое, что мы друг друга вообще не поддерживаем. И каждый друг от друга ждет поддержки. И в итоге, ну, это в конфликты все переворачивается. Спринт – это сила? Да. Да, однозначно. Как вы пришли к этой силе? В фокуме тренировок, тяжелых очень. Вообще, реально вырастить себе спринтера или спринтерам нужно родиться? Ну, я считаю, что родиться нужно. Нужно родиться. Опять же, смотря спринтер какого уровня, говорит. Наверное, перворазрядником каждый может стать. Все, что выше, это уже нужно врожденную скорость какую-то иметь. Да, быстрота должна быть. Должна быть быстрота. У нас одинаковая дистанция – 60 и 100 метров. Но вроде бы как предпочтительно 60. Чуть покороче, мы массивные, нам хорошо разогнаться и сфинишировать. Но на самом деле на 100 тоже можно очень хорошо подготовиться. Просто, к сожалению, все приходит слишком поздно. Опыт, который нужен, он поздно приходит. И осознаешь, когда уже хотелось бы на лет 5 раньше начать делать то, что мы делаем сейчас. Так и получилось, что множество травм можно было избежать. И сейчас, конечно. Думаю, другие результаты были бы. Это можно гадать, если бы до КБ. Какой у тебя стиль? И у каждого ли спортсмена есть свой стиль? У каждого свой. У меня, наверное, один… Я считаю, что в России у меня самый индивидуальный в том плане, что я полностью, полностью все тренировки у меня строятся от силы. То есть я накачанный, я не похож на типичного бегуна совсем, от слова «совсем». То есть у меня, наверное, такая больше, как старая американская школа. И у Вика, и я. Но у нее чуть более другое за счет ее взрыва. А я – нет, я не настолько взрывной. И мне приходится компенсировать всю дистанцию за счет силы. Я бегу, каждым шагом себя проталкивая. То есть мой бег – это ровно сила. Все. От старта до финиша я бегу за счет силы. Насколько хватит сил. Мы два года ходим в тренажерный зал. За два года меня именно с бодибилдером путали пять раз точно. Это минимум. Буквально на прошлой неделе я был на тренировке, делал силовую, то есть там что-то приседал, все остальное. Ко мне просто парень подходит и говорит, вы к соревнованиям бодибилдингу готовы? По бодибилдингу готовитесь? Я говорю, нет, я легкой атлет. Удивляются, да? Удивляются, да. Не верят. Некоторые даже не верят. Твой конек. Стофер. Ну, можно считать, да, сейчас. Почему? Наверное, потому что там меньше конкуренция, и у нас девочки все довольно-таки неплохо бегут. Ну, не супербыстро, но за счет передач у нас получается неплохой результат. Можем конкурировать с другими регионами. Последние ваши результаты неплохо, то есть у меня чемпионат Краснодарского края, а Вики, к сожалению, да, последующий. Не ожидал результата такого, потому что, на самом деле, я уже смирился с этим сезоном, с тем, что я хочу готовиться уже на следующий. Ну, вышел, пробежал, получился хороший результат на выходе. Сколько? Ну, теперь 10,51. Это соточка была, да? Да, 100 метров, 10,51. Не что-то грандиозное, но уже то, от чего можно строить результат дальше, даже по этому сезону. Вот, и сейчас чемпионат России уже буквально через неделю. Насколько, давайте так, знаете, ну, титул нам участвовать, да, в эстафете, насколько круто? Люди, которые не претендуют, они будут принижать. Кто не претендует на эстафету? Хотя мы всегда говорим, да. Да, это постоянный спорт, но выйди, пробеги, попади в команду. Да, возможность есть у каждого. Есть четыре места. Якобы эстафета – это какая-то халява, но на самом деле, конечно же, это не так. Олимпийский вид, который очень сложный, очень волнительный, волнительнее, чем любой личный вид. Это 100%, это скажет любой эстафетчик, кто бегал хоть раз. Потому что единственный командный вид в лёгкой атлетике. Да, где если ты подведёшь, там три человека, тебе не поздоровится. Часто героям нашей программы мы придумаем различные испытания для того, чтобы показать, что спорт – это не только сложно, но ещё и весело. И для наших спринтеров сегодня мы тоже придумали различные задания. Вик, ну, первое задание – это на реакцию. Вообще, это у нас научили вратари гонбольного клуба «Кубань». И это упражнение также делают гонщики «Формула-1». Твоя задача – ну, давай, на первый раз. Не очень сложно, тебе нужно просто поймать мячи. Как с реакцией вообще? Ну, неплохо. Неплохо? Молодец! Давай по одному. Да, давайте по одному. Есть. Две. Есть. Усложним задачу. Нужно будет поймать мячи самой. При этом ударив себя по коленкам. Но не очень больно. Ну, при этом вот. И что? Не нужно ли что сделать? Я не поняла. Это сложно. Почти, Вик. Да нет. Дим, как с реакцией дела? Ну, хотелось бы лучше. Это спринтер говорит, да? Да. Вау! Чисто проспал, старт. Готово? Спринтеров проверяем на реакцию. Почти. Что мешает? Не понимаю. Пока что мешает. Мешает то, что реакция мешает. Вот она, она, моя реакция на старте. Закрепил. Хороший финиш. Ну, интересно достаточно. Проверить реакцию можно. Ну, лучше стартовую там можно посмотреть, когда бежишь. Потому что спринтеры работают в основном не руками, а ногами, да? Ну, после выстрела, да. Более правильно можно проверить, наверное. Интересное упражнение как раз-таки, да, на реакцию. Мне бы почаще его делать. Итак, следующее упражнение, которое мы думали станет настоящим испытанием для наших героев. Но Дима все испортил. Хотели его попросить позапрыгивать на тумбу. Он говорит, это одно из любимейших его упражнений на всем белом свете. Но тогда мы сейчас тестируем тебя вообще, насколько духа у тебя хватит. Чем выше, тем круче. Давайте попробуем. Прыгай на тумбу. Здесь метр. Да. Дим, чему способствует это упражнение? Взрывной силе. Именно взрыв. Момент старта с колодок. Какой рекорд у тебя? Максимально высокие же подхода. 163, наверное. Или 165. А может, 168. Ну, 168-17. Супруга знает лучше меня. Дим, гордимся. Спасибо. Следующее задание на скоростную выносливость. Нам нужно будет проверить, сколько времени ты сможешь держать, ну, плюс-минус максимальную скорость свою. Да? Учитывая, что мы сейчас в таком тренировочном образе. Да. 40 секунд. Какая скорость была? В районе от 18 до 19. Моментами 17. Нужны такие тесты? Что дают? Нужны в определенный период тренировок. Сдаю скоростную выносливость, то есть способность удержания максимальной скорости, максимально долго. Это как раз таки то, чего многим спринтерам и не хватает. Как-то вы говорили, да, готовьте сани к летам. Вот, собственно, мы и приготовили сани. Вик, для чего это все? Развивать земную силу для стартового разгона. Ну, собственно, это задание, оно покажет ребятам, которые нас смотрят, и в том числе юные литкоатлеты, да, что можно иметь у себя в тренировочном арсенале, правильно? Очень хорошее упражнение на самом-то деле. Приготовили сани летом в августе. Давай, я засекала время. Здесь у нас есть вес 30 килограммов. Пока все делаем в сидящем режиме, потому что впереди у ребят старты, не будем их подставлять. И, Дим, какое расстояние примерно у нас? Сколько метров? 15-20 метров. 3,21 метров. Нормально, наверное. Наверное. 2,99 метров улучшил результат на сотый, но знаю, что на десятый, да? На десятый. Знаю, что спринтеры, когда у них получается улучшить даже свой результат немножко на десятый, все равно остаются в хорошем настроении. Каждая десятая решает. Конечно. Все, все. Это не просто были какие-то испытания для вас, задания, да? А те моменты, которые легкоатлеты, в принципе, могут включить в свою тренировочную работу. Вик, тебе не все удалось попробовать, но тем не менее. Тем не менее, да, силовая работа взрывная, очень важна. Спринтер для стартового разгона основной. Ну, для побега по дистанции, конечно, и старт тоже влияет, естественно. Это не просто те, кто могут, а те, кто должны, вернее, что должны включать в их атлеты, спринтера, в свою работу. Я бы так сказал. То есть это одни из базовых упражнений, которые помогут развить свою скорость. Спринт в России, во-первых, очень сильно вырос за последние годы. Такой плотности результатов не было вообще давным-давно. Бороться на европейском уровне наши спринтера уже способны. Спринт в России жив. Есть над чем работать, есть к чему стремиться. Ну, а еще самое главное, благодаря спринту вы просто можете найти свою любовь, как это сделали Дима и Вика. Это была программа «Новые». Спасибо, что были вместе с нами. Пока! Продолжение следует...